Цену Евровидения в Осло уже завтра и выступить достойно. Что касаемо меня, я молчу о шоу, да, обо всем остальном. Попросите меня, я выйду и я вам больше скажу, я выиграю этот конкурс. Как вы оцените ваши шансы и конкурента есть? Конкурентов, насколько мы все знаем, у меня 9. Вот, 9 от 1 дуэт, если я не ошибаюсь, итого 10 конкурентов. Всех оцениваю равно, никого выделить не могу, потому что для меня самое главное сейчас это мое выступление, поэтому вдаваться в песни других участников я не очень хочу. Шансы мои, я не могу вам сказать, какие у меня шансы, это должны говорить зрители, телезрители, продюсеры, директора и так далее, и тому подобное. Это не моя задача, моя задача спеть. Валерий, у меня один вопрос. Сталкивались ли вы с проблемой, когда какие-либо телеканалы не давали эфиры ЕВИ? Отвечу честно. Честно, да? Да, да, абсолютно честно. Я сотрудничаю, работаю с телеканалами Анрейна и Рустан Герютюн, телеканал Шант и телеканал Армения. По причине того, что у Армения Продакшн очень много разных проектов, это не только Ева Ривос, это не только Ташир, это ряд телевизионных проектов в Москве для российского рынка. То есть у нас очень много пересечений, да? И я вот отвечу на этот вопрос со словами. Спасибо, ребята, вам за то, что вы всегда нам предоставляете эфир. Мы с удовольствием это делаем, и совершенно без каких-либо вопросов, потому что это чувство доброй воли и лучшей песни, потому что наша позиция такова, и это могу сказать всем. Другой вопрос. Сегодня я узнала, например, о том, что один из телеканалов запретил двум участникам этого шоу, Евровидения, Еве и Эмми, выступать на своих телеканалах. Я хотела спросить, если вы узнаете об этом, какие эти меры вы будете предпринимать? Вы знаете, если эта причина, например, будет как-то обоснована, условно говоря, да, там, я сейчас... Например, Ева Ривас у нас не может быть в эфире, потому что, ну, не знаю, я даже не знаю, что может быть сказано. Если это будет обоснованная мотивация, то я, наверное, воспряму это как факт. Если это будет просто какой-то некий каприз человек, или просто некий стереотип, лоббик, чей-то лоббик, то я скажу вам честно, то есть я сумею донести до всех и вся, что это телеканал, нехороший телеканал. И я, вот можно с вашего позволения, я просто впервые это слышал. А что за телеканал-то? Или это... Я вам скажу, это на уши. Спасибо. Ну, вот пользуясь случаем, я хочу поблагодарить ваш колдинг, я хочу поблагодарить вашу радиостанцию. Вообще приятно слушать. Быть на вашей волне. Быть на вашей волне. И спасибо за теплые слова, что вы с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...